Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами я, Александр Поплаский, и сегодня я хочу рассказать вам о интересном проекте, таком как Метахэш. Метахэш – это сеть нового поколения, основанная на технологии 4.0.4.0 для обмена цифровыми активами и платформа для создания и управления децентрализованными приложениями и сервисами, работающими в реальном времени. Давайте я вам перечислил существующие проблемы блокчейна, которые необходимо решить. Первое из них – это ежедневное количество транзакций. Валютная настройка, предоставляемая существующими криптовалютами сегодня, допускает до 2 миллионов транзакций в день. Если мы хотим, чтобы весь мир перешел на блокчейн, требуется значительно увеличить эту цифру. Комиссия за транзакцию. Все чаще сумма каждой транзакции доходит до 80 долларов США за транзакционную плату. Время от времени она даже достигает 400 долларов, которое включает вознаграждение, которое идет в майнер. Перенос – ПОП на многопользовательский переход. Во-первых, майнинг значительно ограничивает скорость сети. Во-вторых, для защиты сети требуется значительный объем ресурсов. В-третьих, добыча крипты от оборудования стоимостью в миллиарды долларов. В-четвертых, он потребляет много электроэнергии. И в конце концов, миллиарды долларов идут только на майнинг. Четвертым является денежная атака. Мешающая сети. Общая стоимость криптовалюты достигает необъятных высот. Излишне говорить, что хакеры также появляются геометрической прогрессией, которая успешно блокирует работу сети. Пятое – это скорость утверждения транзакций. Если мы хотим, чтобы блокчейн доминировал в наших повседневных транзакциях, мы не можем допускать медленную скорость. Пока что для первого одобрения нам нужно подождать не менее 30 секунд. А окончательное утверждение добавит еще полторы минуты. Шестое – это токенизация любого актива. На сегодняшний день создание токенов только для тех, кто обладает передовыми навыками программирования. Программисты стоят дорого. Даже технология смарт-контрактов недоступна для тех, кто не знает программирования. Что же может предложить проект MetaHash? Первое – это ежедневное количество транзакций. MetaHash предлагает более 5 миллиардов транзакций в день. Это то, что нужно сети блокчейн в данный момент. Второе – это комиссия за транзакции. За большинство транзакций пользователи ничего не будут платить. Но тогда мы должны защищать сеть от спама транзакций. По мере роста нагрузки сети. Для этого будут введены низкие комиссии. Третье – ПОВ на многопользовательский переход. MetaHash поддерживается узлами. Более того, самые важные ресурсы предоставляются кошельками. Бесконечные устраняются. Четвертое – это денежная атаща, мешающая сети. Кошельки MetaHash обеспечивают дополнительный этап проверки, который мешает хакерам блокировать или разрушать сеть. Даже если хакеры владеют 60-70% узлов или монет. Пятое – это скорость утверждения транзакций. Для большинства транзакций первое одобрение займет только второе. А окончательное утверждение займет всего лишь 3 секунды. Шестое – токенизация любого актива. MetaHash позволяет мгновенно токенизировать любой актив. Даже криптовалюты других сетей и стандартов. Это предлагается всем пользователям, включая телевые знания в программировании. На основе блокчейн 4.0 MetaHash действительно является сетью следующего поколения, которую мы ждали. Для большего ознакомления предлагаю вам прочитать файтпепер данного проекта, ссылку на который я оставлю под описанием данного видеоролика. А также хочу рассказать немного о ICO данного проекта. Запуск ICO планируется на 2 квартал текущего года, то есть сейчас. А в случае его досрочного закрытия, всем участникам дается 21 день на то, чтобы продать свои MNS. Стоимость MNS на данном этапе составит 0,125 тысячных эфириумов. А уже на раунде B будет составлять не меньше чем 0,250 тысячных эфириумов. Количество токенов, которое распределено в течение раунда А, приравнивается к 9 миллионам 200 тысячам MNS. При этом проданные заявки участников на сумме менее пистисти эфириума организуются в порядке живой очереди. Криптовалюта может быть переведена с биржи, тем не менее принимается только эфириум. Также мы можем наблюдать распределение токенов, дорожную карту, которая начала свой путь 2012 года, что очень положительно влияет на развитие проекта. И конечно же, друзья, хочу сказать всем спасибо за просмотр. Если вы заинтересовались данным проектом, то для полноты картины предлагаю вам перейти по ссылочкам, которые я оставлю под описанием данного видео. С вами был я, Александр Поплавский. До новых встреч и новых ICO. Пока.